Их рабочий день проходит в кабине патрульной машины. Ежедневно 8 групп задержания Щелковского отдела вне ведомственной охраны Росгвардии патрулируют городской округ Щелково-Фрязино-Лосинопетровский. У оперативников есть 5, максимум 10 минут на задержание нарушителя, проникшего на охраняемую территорию. Обучаем личный состав в свое время, изучение объектов у нас проходит, давно взятых, квартиры, мхиг. Стараемся в наши временные рамки укладываться. Под пристальным вниманием Щелковского отдела вне ведомственной охраны не только госучреждения, детские сады, школы и объекты ЖКХ. Охранные услуги от государства оценили собственники 1300 домовладений и квартир, а также владельцы 700 объектов коммерческой направленности. Использование тех же, что и полиция, опознавательных знаков и проблесковых маячков на автомобилях дает росгвардейцам преимущество перед сотрудниками ЧОПов, не говоря о праве задерживать нарушителей. Сигналы с тревожных кнопок и технических средств охраны поступают в Центр оперативного управления. У диспетчеров есть всего несколько секунд на то, чтобы передать информацию нарядам групп с задержанием. Росгвардейцы всегда прибывают на объект первыми. Поступила информация, грубо говоря, даже с того отдела полиции Свирска, на Комарова что-то происходит. Но пока со Свирска или с заводской наряд патрульной патрульной службы дойдет, то бишь наряд отдела охраны уже более мобильный, как говорится, мы постоянно находимся на маршрутах патрулирования. Дмитрий Вячеславович в 20 лет пошел служить в отдел внемедомственной охраны при УВД города Ногинска, сразу же после демобилизации из армии. Знает службу, что называется, изнутри. Прошел путь от рядового до командира отделения. Шесть лет отвечает за организацию работы по службе в Щоковском ОВО. От нас требуется своевременность реагирования на данные сигналы, которые поступают, и правильность действий. Это вот основное, что своевременно отцепить, своевременно блокировать, и если видишь, что какая-то обстановка будет за дополнительных сил. В Щелковском отделе вне ведомственной охраны Росгвардии за подведомственные объекты отвечает коллектив из 200 человек. Из них 150 – аттестованные сотрудники, занятые в патрулировании, и 50 – гражданских специалистов. Обеспечивающих вспомогательные операции. Здесь по-прежнему заинтересованы в молодых парнях, отслуживших в армии, хотя есть в рядах и женщины не робкого десятка. Хочу пожелать от руководства неведомственной охраны, от себя лично, личному составу, несущему службу, а также его близким, благополучия, счастья, мирного лебона над головой, здоровья и всего всего наилучшего. В день войск Национальной гвардии 27 марта сотрудников, заступающих на службу в Щелкове, персонально поздравит руководство отдела. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.